Отряд! Бой! Пусть лучше будут сухие рукава, чем необходимость применять свои знания борьбы с огнем на деле. В этом твердо уверены ребята из дружины юных пожарных. Но к любой внештатной ситуации лучше быть готовым. Быстро размотать рукава и воспользоваться огнетушителем. Эти навыки отработаны до автоматизма и не торика. В школе проверяем ящик с песком, наличие ящика с песком. В школе на первом месте у нас, конечно, это пути эвакуации. Ребята знают, что на путях эвакуации не должны быть никаких посторонних предметов, ни под лестницей, ни в коридорах. И регулярно проводим занятия по эвакуации. Юные пожарные всегда тесно взаимодействуют с сотрудниками Новошахтинского ВДПО. Детей регулярно привлекают к тематическим занятиям и тренировкам. И, конечно, они постоянные участники конкурсов на самых разных уровнях. Это часть нашей профилактической работы как общественной организации. И это большая заслуга как председателя местного отделения Новошахтинской Зои Алексеевны, так и руководства школы. Самое главное, что дети растут занятые, они интересуются, они интересуются именно профилактикой пожара. Многие из этих детей впоследствии связывают жизнь и профессию. А кто не связывает профессию, это являются подготовленные граждане нашей страны. В школе проходят очень различные мероприятия на эту тематику. Мы работаем как внутренне, так и внешне. Проходят различные пикеты, уроки с младшими классами по пожарной безопасности. В Новошахтинске практически в каждой школе есть дружины юных пожарных. Но именно Александр Кривобоков сумел организовать своих ребят так, что они каждую свободную минуту проводят вместе. Он как бывший работник МЧС, конечно, вы сами убедились, чувствуется дисциплина. Его, конечно, будем говорить, запал этот остался, наверное, бывших пожарных не бывает. Соответственно, здесь он организовал работу так, что детям интересно, познавательно. Если вы услышали запах газа, ни в коем случае не включать, не выключать свет, не оставлять открытые очаги огня. Юные дружинники правила пожарной безопасности знают на отлично. Сразу после школьных занятий по плану раздачи памяток прохожим на улице. А если разрешают, то такие листовки закрепят на самом видном месте в торговых точках. Елена Ребжанова, Оксана Мельничук, Руслан Хамчиев, Дон-24, Новошахтинск.